Самая яркая, броская, самая жаркая тема на ближайшее время — гадание на Трампе. При советской власти было несколько сатириков разного уровня. Наивысшая точка — ума, остроумие, блистательность — это Жванецкий. Горин чуть менее известной публике — человек такого ума, который, разобранный на цитаты по сию пору, веселит тех, кто в состоянии это понять по фильмам, снятым по его сценариям. В самом низу были Петросян, Винокур, Ян Орлазоров. Это такой восьмой сорт. Это для строителей коммунизма, которые после смены, накатив за гаражами по три бульки на брата и, закусив мануфактуркой, отправлялись в семью, а там их ждал культурный досуг, там их ждал Петросян. И если Жванецкий, если Горин, они не опускались до уровня сатиры, высмеивая карикатурность обывателя до уровня Петросяна, то как раз Петросян, Орлазоров, Винокур, они создали портрет, достаточно справедливый, бездельника, не желающего работать и имитирующего какую бы то ни было деятельность заботой об Америке. На диване с газеткой варялся ленивый мужик, который работать не собирался ни при каких обстоятельствах, и его очень беспокоила, конечно же, судьба Леонардо Пелтиера. Он был за Анжелу Дэвис, руки прочь от Нельсона Манделлы, и в обязательном порядке американский президент. Америка, и во что бы то ни стало, что там у нас Джимми Картер, как там поживает Джеральд Форд, что там с Рональдом Рейганом. А рядом была измученная жена, которая пыталась как-то спровоцировать его на осмысленную деятельность, и ей не удавалось, потому что он решал в этот момент важнейшие геополитические задачи. Ну и советский человек, в принципе, он ведь не был допущен до внутренней политики, только до внешней. Поэтому, если надо, он всегда с плакатиком в нужный момент появлялся хоть на Красной площади, хоть возле райкома, и был за мир во всем мире и против всяких апартеида, геноцида и империализма. И американский президент в этой связи стал как раз таким уровнем, крайней нижней точкой, когда нечего делать, когда бездельник беспросветный. И рядом Петросян, который объясняет, что вот да, посмотрите, это как раз вы. Я в данный момент смеюсь над вами. Сейчас весь советский народ, вся русскоговорящая общественность на планете Земля вырвела американского президента, потому что как же русский человек и без американского президента. И не заметили, что все вместе перешли вот ту самую черту, когда это стало карикатурой, когда это стало Петросяновщиной, когда все дошли до уровня, свойственного Петросяну, но на самом деле недопустимого, потому что все-таки это сатира, причем так себе, восьмой сорт. И тем не менее, мы выбрали себе Трампа. И теперь ведь нужно же узнать, что будет дальше. Это так важно, потому что мы ни в коем случае работать-то не пойдем. Мы будем обсуждать американского президента, от которого так многое зависит в жизни простого россиянина в его колхозе. И нужно ведь у кого-то спросить, должны быть авторитеты. А они перед этим мелькали полгода, как минимум рассказывая, кто лучше, кто хуже, кто выиграет, кто проиграет, и были очень аргументированы. И мы вам верили, а вы нас подвели. Но у трампистов несколько миллионов человек, которые знали все заранее. Поэтому, если что, можно прильнуть к ним, как к источнику свежих знаний, потому что они заранее знали, Трамп победит, наш Трамп. И они тоже, кстати, обиделись. А почему вы не угадали, вы политологи, эксперты, журналисты и все остальные петросяны, что будет наш Трамп? Это же было настолько очевидно. Поэтому люди дезориентированы, а тема продолжает тлеть и собирать лайки. И огромное количество людей продолжают рассказывать о том, что вот теперь Трамп президент. И он сделает конкретно, берите, дети, ручки и записывайте по этапам, что сделает Трамп, что думает Трамп, как поступит Трамп, каков он на самом деле этот Трамп. Но потому что про него-то всем давно все известно, не только тем, кто за него голосовал. Это все будет еще очень долго нас сопровождать. Ну, во-первых, Трамп не президент. Трамп выиграл выборы. Президентом он станет 20 января. Когда положит руку на Библию и примет присягу президента. Поэтому если кому-то нужно знать, как будет выглядеть поведение Трампа, политика Трампа, это все после 20 января. А сейчас, да, забыть не получится, потому что без Трампа ни один политолог не политолог. Про Камалу Харрис, да, забыли. Но ведь очень нужны в действительности каждую минуту эти темы, когда будет заранее понятно про Трампа абсолютно все. Кто должен появиться в кадре, кого слушать, кому как к источнику знаний пыльнуть. Как только в телевизоре появится цыганка-гадалка, вот это будет единственный эксперт, которого имеет смысл слушать. Все остальное – это петросян. Все остальное – это недопустимо. Все остальное – это имитация. Потому что бездельникам всегда нужно прилично выглядеть. Бездельник очень сильно переживает за попрание собственного имиджа на диване, прикрывшись газеткой. Ему даже газетка, в принципе, не подходит, потому что всего не покрывает. Нужно для этого хоть что-то. И лучше всего – умные речи, ответственность во все лицо, озабоченность судьбами мира, и американский президент для этого подходит идеально. Странно, что в принципе нас это касается. Странно, что нас это хоть как-то интересует. И на самом деле это вот послесловие к Советскому Союзу, когда нас дрессировали и приучали не обращать внимания на происходящее в стране, и во что бы то ни стало прекрасно ориентироваться в американских президентах, в конгрессе американском, в каких-то там палатах, и знать, чем сенатор отличается от всех остальных политиков, и быть сориентированными в происходящем в Америке. Это не важно. Это не имеет значения. Не потому что нас это не касается. Потому что это совсем, в принципе, ни при каких обстоятельствах не пересекается с интересующим нас, затрагивающим нас, с определяющим нашу жизнь. Мы без относительно американских президентов. И неважно, мы по ту сторону границы или по эту сторону границы. Хотя, конечно, от Америки во все времена все зависит на планете Земля. Эта страна номер один, это как раз главный рефери на ринге. Когда нужно, когда Америка хочет, она, например, может начать войну. Она может прекратить войну. Первую мировую войну прекратила Америка. Вторую мировую войну прекратила Америка. Третью мировую войну сможет прекратить Америка. Но это все равно не касается американского президента. И уж тем более не иметь никакого отношения к тому, как мы сильно на диване всерьез переживаем по этим поводам. Уподобляться Петросяну во все времена недопустимо. А мы почему-то себе это позволили, не заметив до какой степени мы теперь Петросяны. Субтитры создавал DimaTorzok